Играют Газпром Энергохолдинг и Татнефть. Газпром Энергохолдинг в белых майках Татнефть в черной форме. Нефтяники уже сегодня на поле выходили. 3-1 обыграли Меридиан Энерго. 0-4 после этого проиграли МОС Энергосбыту. И не сказать, что Татнефть показывает нестабильную игру. Просто разные соперники были по, но, пожалуй, своей игровой форме. Колософия это одна и та же у Меридиана и у МОС Энергосбыта. Но Меридиан сегодня много ошибался. И исключительно из-за своих ошибок проиграл Татнефть. И мог претендовать Меридиан как минимум на ничью. И, может быть, это было бы более логичным исходом. И вот сейчас определяющий момент для Татнефть. Если не выигрывают, то могут опуститься ниже своего третьего места, которое они занимают. До начала тура. Газпром Энергохолдинг на пятой строчке находился. Имел отставание от Татнефти в три очка. Но, правда, на одну игру больше сыграл. В ГЭС сегодня еще матч против Меридианы Энерго. Да, и против банка ВТБ. На дальней никого здесь не оказалось. Бросается в глаза отсутствие нескольких футболистов основного состава у Энергохолдинга. Великолепная атака Мельникова. Вот здесь забыли. Фролов не успел, не добежал. И Татнефть забивает. 1-0. И Татнефть. Прикладка к коробу. Втроем вышли на двух защитников и нападающего 1-1. Отличное, очень результативное начало. Прикладка к коробу. Прикладка к коробу. Прикладка к коробу. Прикладка к коробу. Напряжение сейчас буквально в воздухе повисло. 1-1. Команда результативными действиями обменялись. Грановского здесь забыли. Вернее, он очень удачно спрятался от защитников. Грановский пытался сейчас заслон поставить и удалось это сделать. Фролов может бить. Передачу делал и, казалось, уже нету мяча другого пути. Кроме как в сетку ворот. Чимаков без полотня уложил всех на паркет и пробил на штангу. Прикладка к коробу. 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 Все здорово сделал Фролов, выдержал гроссмейстерскую паузу и точно пробил. 2-1, Газпром энергохолдинг теперь впереди. Горобов одно движение и один удар. Как может позволить себе не торопиться. Горобов вновь удается отбор Грановский. Горобов, выдержал гроссмейстерскую паузу. 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 Симон, лево! Симон! Мельников Мельников Вдвоем решили отставать нефтяники и провалилась их затея. Еще одна передача назад. Хороший перевод между флангами. На дальнюю штангу должен был сейчас пойти игрок, но с другой стороны целиком нужно было ожидать и прямого удара по воротам. Теперь хорошая попытка от нефти. Вот как раз тот размен, о котором мы сказали в начале тайма. Вот Мельникова Фалят. Второе зафиксированное нарушение УГЭК. Ролову немноге пришла передача. Мильникова полет Удар Мильникова, но прям во вратаря полетел мяч Очередная простая контратака, в две передачи все поле прошли и забивает третий мяч Мильникова полетел мяч Мильникова полетел мяч Мильникова полетел мяч Приехал помочь команде Мильникова полетел мяч Мильникова полетел мяч Готовы выйти в пятый фаревой группу от нефти Мильников уже в манишке Ну и если удастся в ближайшую минуту полтора забить тат нефти То интрига сразу вернется И насколько же сейчас были они близки Потому что подставание сократить Помогу, вот и в два Помогу, вот и в тат нефти В тат нефти Вот, у нас последний Третий фару Листектор Мильникова полета Мильникова полетел мяч Тайм-аут взяла одна из команд, время стоит, минута 57 секунд Тайм-аут взяла одна из команд, время стоит, минута 57 секунд Матч продолжается, все так же преимущество у ГЭК в два мяча Хорокую надо, хорокую! Убакин Натонкова хотел сыграть, дать пас уже практически на центр ворота, не на фланг Горобов с Нидерманом играет Что ж, неплохо, осталось только забить Горобов с Нидерманом играет Ульбакин сам бьет Шнидерман Не так просто у него мяч отнять, но удается это сделать, Шнидерман подустал Время на удар Один на один, нужно обыграть и будет угловой Будет сейчас введен мяч в игру и прозвучит финальный свисток 3-1, хорошее начало для Газпром Энерго Холдинга Аплодисменты 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 АПЛОДИСМЕНТЫ